Песня Светозар Игорь Яцков Как многие из вас знают, мы отмечаем, ну мы, я имею в виду, прежде всего, тех, кто действительно отмечает этот праздник, а кто-то впервые об этом услышит и тоже присоединится, отмечаем праздник День Велеса, 27 февраля. Из тех документов, из тех рукописей, летописей, которые доходят до нас, и с каждым днем, видимо, пришло время, чтобы эта информация становилась все более и более доступной. Так вот, из этой информации, ну я прежде всего имею в виду славянские веды, есть такое понятие, как вышние боги, боги-покровители, боги-управители и боги-охранители. Так вот, Велес является высшим богом. А 27 февраля, в его день, в этот праздник, мы славим, славим Велеса. А что значит славить? Если мы с вами вот немножко поменяем ударение, нас получится словить. Словить эту силу и этот поток и быть замеченным, прежде всего, Велесом. Конечно, замеченными можно быть не только потому, что мы пришли на поляну, где будет происходить само действие, а могут быть замечены именно благодаря своим делам, мыслям, поступкам. Но кроме Дня Велеса, есть понятие «период Велеса». Он длится от второго до третьего полнолуния после зимнего солнцестояния. И в этот магический период все стараются построить планы или же подкорректировать начатые дела. Ведь в большинстве своем наши многомудрые предки были народом магов. И волшебников, которые умели пользоваться теми силами и знаниями, которыми обладали во благо родов своих и во благо всей державы. А значит, все эти навыки, наработанные не одной тысячью лет, живут в нас. В нас, в потомках, живут в генной памяти, на уровне ДНК. А сегодня, благодаря тому, что мы говорим об этом, у кого-то из огромного количества слушателей, а это уже коллективная энергия, или иными словами, эгрегор, вполне могут просыпаться с зачатки этих знаний. А это уже начало, первый-первый шаг. Велес-бог. Бог-покровитель скотоводов и животноводов, а также родовой покровитель западных славян, скотов, шотландцев. Поэтому и говорили они всем из покон веков, что Велес-скотий-бог. Велес-бог всех славян, и северных, и южных, и восточных, и западных. Но когда часть славян уходили в другие места, находили другие земли, в том числе, допустим, перестелившись на Британские острова, древние роды славян-скотов называли все обжитые провинции землей скотов. Сегодня это звучит как Скотланд или Шотландия, как мы говорим. В честь своего родового бога-покровителя Велеса они назвали земли самыми лучшими пастбищами, его именем – Велес, то есть Велес. Так как Велес является богом-покровителем и управителем небесного чертога-волка во сворожьем круге, который расположен рядом с небесным рубежом, разделяющим миры света и тьмы, вышние боги доверили Велесу быть верховным хранителем небесных врат Междумирья. Эти небесные врата находятся на золотом пути духовного развития, который ведет в небесный Асгард, а также в небесный Вырий и в светлые чертоги Волхалы. Бог Велес всегда олицетворяет всестороннюю заботливость, кропотливое созидательное трудолюбие, честность и решительность, стойкость, постоянство и, конечно же, хозяйственную мудрость, способность отвечать за все свои деяния, сказанные слова и совершенные поступки. Хочу еще сказать, что бог Велес, конечно, охраняя небесные врата Междумирья, пропускает во сваргу причистые души только тех усопших, кто не щадил своей жизни во защиту родов своих, во защиту земель отцов и дедов, во защиту древней веры, которые усердно и созидательно трудились для процветания своих родов и которые от чистого сердца выполняли два великих принципа, а именно, свято чтить богов и предков своих и жить по совести в гармонии с Матерью Природой. И обращались к Велесу всегда такими словами. «Велеси Бози покровитель, сварга дворохранитель, и прославляем тебя всеродно, ибо ты заступай опора наша, и не остави нас без призора, и огради нас от мора, стадны тучны наши, и наполни добром житницы наши, и добудем мы со тобой воедине, и ныне и присно, и от круга до круга, тако бысть, тако еси, тако буде». И поскольку я по роду своей деятельности являюсь музыкантом, пишу музыку, оранжирую, пою и подыскиваю древние наши обрядовые тексты, чтобы они зазвучали в музыкальном варианте, в музыкальной версии, и таким образом они становятся более доступны массовому слушателю, который слушает музыку, а музыку слушает очень много людей. Не все найдут и прочтут этот текст, а вот в форме песни это может быть очень доходчиво и очень популярно, и таким образом нашу древнюю культуру мы можем доносить до огромного числа радиослушателей. Заговорил я об этом еще потому, что хотел презентовать сегодня в программе одну из своих песен, которая так и называется «Велес». Наверняка она будет уместна в сегодняшней программе. Гой еси в Велесе! Славление внуцов своих услыши! Гой еси в Велесе! В Велесе небесе! Гой еси в Велесе! В Велесе небесе! В Велесе небесе! Златый рога! В Велесе небесе! Гой еси 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 в Велесе небесе! Дождь блажный, дождь плотный, дождь скотный, дождь блажный. Кое сей ве лисе, ве лисе небесе, кое сей ве лисе небесе. Велесе небесе златы рога Велесе небесе сребряны уста Велесе небесе златы рога Сребряны уста, медьяны бока Во груди, пребуди Посе веце Во груди, пребуди Посе часе Во груди, пребуди Посе часе Велесе небесе Велесе небесе Велесе небесе златы рога Велесе небесе сребряны уста Велесе небесе златы рога Велесе небесе златы рога Велесе небесе, сребряны уста, Велесе небесе, златы рога, Сребряны уста, медяны бока, Гойесе Велесе. Гойесе Велесе. Итак, давайте мы вернемся, наверное, к теме праздника. Праздники, которые отмечает весь славянский мир, они вкратце, если можно сказать, делятся на четыре основные периода. Это периоды зимнего солнцестояния, летнего солнцестояния и осеннего и весеннего равноденствия. Но кроме того, они еще и зимние праздники и летние. Вот поскольку праздник в честь Бога Велеса, он зимний праздник, есть ряд своих особенностей. Ну, многие из вас наверняка знают, особенно те, кто ходят на праздник, видят, как происходит сам обряд и принимают в нем участие. Обратили внимание, что почти во всех праздниках есть такой момент, когда люди, начинается хождение по углям, прыгают через костер, в костер, можно сказать, в огонь, прыгают через огонь девять раз и проходят по углям горящим девять раз. Но зимой через костер не прыгают и по углям не ходят. Это действие начинается только лишь после праздника Красногор-Масленица, которая, как вы знаете, отмечается в день весеннего равноденствия. И никогда ни в кое другое время, как ее интерпретируют некоторые другие религиозные конфессии. И обращаясь в этот день к Велесу, все присутствующие на празднике произносят такие вот великолепные тексты, где рассказывают о делах Велеса, в числе прочего, вот говорят так, И поскольку Велес является покровителем материального мира, следит за достатком и прибытком в родах, в семьях, к нему также обращались и с такими словами в начале праздника «Велеси бати, велеси святи, дозволи события начати, дозволи обрядива правити, дозволи тя ныне славити». И, как вы видите, к Велесу обращается, ну, не только к Велесу, ко многим, ко всем славянским богам обращается как к своим предкам, как к своим дедам, прадедам, пращурам, чувствуя себя потомками этих богов. И обращается со словами «дозволи события начати». Что такое событие? Это совместное бытие. И представляете, когда в этот момент, в этот день, на просторах, ну, громаднейших просторах нашей державы, а также и в Белоруссии, и в Украине, и во всех странах, где в этот день отмечает День Велеса, какая огромная энергия объединяет всех присутствующих. Создается свой эгрегор славянский, который от года к году только увеличивает, набирает свою силу. Появляются знания, которые долгие-долгие сотни лет были сокрыты от сознания, от понимания людей. И сейчас это становится доступным, и от года к году нас становится всё больше и больше. Это, конечно, приносит огромную радость, но я думаю, что доставляет радость и богам, и предкам нашим прежде всего. Во время праздника сооружают два костра. Один из них – требник, который собирается определённым образом, такой, получается, шестигранник. Ну, кстати, вот знаете, что число Велеса – это тоже цифра 6. И два треугольника, которые вы наверняка представляете. Один треугольник углом вверх – это символ мужского начала. Ну, я думаю, вы все понимаете, почему вверх. А углом вниз – это символ женского начала. И когда накладывают два треугольника, один углом вверх, другой вниз, появляется символ Велеса. Вот это одно из таких графических изображений. Так вот, один костёр для принесения треб. Что такое треб? Это пища, продукты питания, но только бескровные, которые приносятся, зажигается огонь, костёр. И со словами благодарности к Велесу, к предкам, люди приносят еду, которую они приготовили сами. И с дымом костра вот эта энергия, этой пищи уходит в космос. И таким образом, Боги питаются тем, что мы им принесли. Потому что Боги не едят пищу в том понимании, как мы её здесь на Земле люди употребляют. Вот только энергия, энергия от этой пищи, энергия наших сердец – это то, что мы можем предложить Богам. А второй костёр, он огромный, обрядовый. Вот к нему уже переходят, другое действо переходит туда, когда люди обращаются к силе огня, к стихии огня, к Богу, к Семарглу. Обращаются к нему тоже за помощью в исцелении, потому что Бог Семаргл помогает в исцелении. Вот как бы впитывает силу огня в себя, и каждый направляет в тот орган, который считает нужным. Но вы понимаете, что рассказать о празднике, обо всём празднике, это, ну, наверное, будет несправедливо. Потому что на празднике надо быть и почувствовать эту энергию. Ну, на сегодняшний день, как уже много лет назад, все мы почему-то живём, или нам объясняют, что вот есть по китайскому календарю, вот вы рождены в таком-то созвездии, и на вас действуют такие-то, такие-то энергии. Но мы с вами, как известно, не китайцы. У нас есть свои боги-покровители, в том числе Велес является покровителем чертога-волка. Под чертогом следует понимать созвездие. И период этот начинается от 37-го гей-лет до 22-го дай-лет, что соответствует периоду от 27-го февраля до 24-го марта. И все люди, которые рождены в этот период, находятся под покровительством бога Велеса. И вот теперь давайте поговорим о том, как Велес влияет своей силой и энергией на тех людей, чьим покровителем он является. У людей, рождённых в этот период, три великих силы. Первое – это доступ к источнику мудрости. Второе – доступ к источнику любви. И третье – доступ к источнику благополучия. Вот эти все три силы – сила любви, сила мудрости и сила благополучия – они присутствуют во всех людях, кто рождён в этот период. Но если какая-то из этих сил, какая-то из этих энергий начинает доминировать, ну, к примеру, кто-то слишком стремится за деньгами, за приобретением только лишь материальных благ. Вот мысль у человека в жизни одна – деньги, деньги и деньги. То все остальные качества – сила любви, сила мудрости – уходят на второй план и перестают существовать. Ровно как можно сказать и о том, что если кто-то пытается идти только по пути познания мудрости, не заботясь о финансовом благополучии своей семьи, не заботясь о любви, то мы можем представить собой зимнюю картину профессора в осеннем пальто и в сандалях. Для этого должно быть гармоничное развитие всех этих сил. Никакая из них не должна доминировать. И тогда, представляете, насколько счастливым становится этот человек, который гармонично развивается в силе любви, в силе богатства и в силе познания мудрости. Одно не должно доминировать над другим. Велес наделяет человека здоровьем, талантами, хорошей формой тела и красивым голосом, которым он может влиять на окружающих. Велес дает человеку так называемый охотничий нюх, дух охотничьей добычи, дух преследования цели, а это тоже дополнительные возможности. То есть, человеку, поставившему перед собой цель для ее достижения, достаточно всего лишь не отвлекаться ни на что другое, потому что сам Велес покровительствует ему, поскольку люди, находящиеся под опекой Велеса, наделены замечательными голосовыми данными, а он является также богом заговорного волшебного слова. Велес, по мифам, был проводником в мир Нави, в мир прошлого, в мир, где скапливается мудрость, но в то же время и деструктивный опыт, энергия распада. Люди, рожденные под Велесом, имеют тенденцию к так называемым эмоциональным провалам, похожим на депрессию, состояние, когда им ничего уже не хочется. Они даже могут порвать связь с родовым эгрегором, с семьей. Они могут легко разрушить любовь в семьях, причем как свою, так и чужую, только лишь потому, что решили, будто им это нужно. Но, наверное, многие из вас уже замечали, что в этот момент, когда вам очень нужна помощь, неожиданно денежная или какая-то иная чудодейственная поддержка из пространства, вдруг, откуда ни возьмись, такая сила приходит на помощь, и желаемое проявляется в реальности. Мифы подсказывают нам, что это именно Велес откликнулся, так как он поддерживает эгрегор, энергетическую силу России. Он спасает Россию в сложные периоды ее истории. А теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание на один текст, посвященный Велесу. Он звучит в староведческом звучании. Этих текстов очень мало. Они крайне редки на сегодняшний день. Но мне удалось при помощи одного прекрасного человека, Шварева Вадима Олеговича, психолога, автора уникальных методик по развитию сверхспособностей и оздоровлению человека на основе пробуждения родовой памяти, достать такой текст. И я хотел бы сегодня зачитать вам его. И вы послушайте, как звучал наш проязык, на каком языке говорили далекие наши предки. Щедри Велесе, щедри дерзаться небеси, Велесе благо дари веси, Щедри Велесе, зри на нысь небеси, Живо одари, живо двозради. Благодари Велесе, Бувелесе славу, Хорор цебо живо, Себо яви оправи, Ато славу вещите, Яко свете сев раду, А через яко взовите, Давиде хор свеет сва. Зрящите, а яви, Быть, а то бу вещи, А навше обрежещите, А то бу хору, Слава бысть, высть, Слава сва вещи, А в зове хоре, Бо нашите, Яко земцы суни яри, Нашите, а звездий дерзай, А светил сва вещи, Бо велесе живо тя, Мудро дерзац ящит як, А зове хоре роди бла, Благой нашите, Велесе, божи вога, Сыти суре свагой, На славу вещите, Бо блажито щедри велесе, Доли рощи, Слава жив, Благодари велесе доль, Грай доля ясыцва, Ясыть доль на велесе, Радо велесе, Живо велесе, Ясыть велесе благодари, Гой родака искон, Гой родака искон, Гой родака искон, Благодари ясите, Злат сребрый велесе, От ныне и до веку, Во всей поселенной сва, Родари велесе, Во яви. Я думаю, Что вот наши далекие предки, Если бы сейчас с нами говорили, Наверняка мало бы из наших современных слов, Что-то было для них понятно, Но нам, Поскольку мы сохраняем в себе родовую память, Несколько раз достаточно, наверное, послушать этот текст, И многое становится ясным, Понятным, О чем здесь идет речь. Я думаю, Это будет нетрудно сделать, Как и белорусам, И украинцам, И русским, И словакам, Чехам, Сербам, Болгарам, Все славянские народы В далеком прошлом Говорили примерно на одном языке И великолепно понимали друг друга. Еще об одной стороне велеса Мне хотелось бы сегодня поговорить с вами. Как вы знаете, Сейчас наступила эпоха волка. Ну, при разговорах о 2012 годе Постоянно упоминается календарь народа майя. Но ничего не говорится о том, Что об этой дате знали наши предки – славяне. У славян есть свой календарь эпох. Он называется календарь Каляды-дар. И по этому календарю в 2012 году Тоже заканчивается эра. Эра лисы. Эра лисы – это эра лжи, Так как образ лисы связан с ложью, Хитростью, лукавством. Покровитель эры лисы – богиня Марена. И вот затем наступает эра волка, А его покровитель – бог Велес. Волк – очиститель. Его даже называют санитаром леса. И приход этой эры связан с очищением мира. По представлениям славян, Мир, как и лес, Очищается дождем. На конца света наши предки не ожидали. Под этой фразой следует понимать следующее, Что это конец света для темных сил И конец тьмы для светлых сил. Вот как раз смена эпох и произошла в 2012 году. Эпоха волка – это рассвет, космический день, После космической ночи, Продлившийся 1600 лет. Волк – это олицетворение благородства, Величие духа и чистоты. Он не допускает хитрости, Мелочности и лицемерия. Как я уже говорил, эпоха волка Под покровительством бога Велеса Началась в 2012 году, Что соответствует 7520 году По последнему славянскому летоисчислению. И продлится эта эпоха около 1600 лет. И в этот период, конечно, Наступает рассвет. Рассвет светлых сил, светлых энергий. Начинается пробуждение родовой памяти, Родовых исконных традиций. Мне кажется, что только именно это движение И сможет нас вернуть на путь возрождения. Эпоха возрождения была в средние века В других странах, А у нас она начинается именно в это время. И мы живем в очень интересный период. Ну, наверное, каждый живущий и живший на планете Может сказать, что он жил в очень интересный период. И мы также можем сказать, Что мы живем в очень необычный период. В начало новой эпохи, В начало новой эры. Эры развития силы духа. Эры развития различных способностей, Дарований, Которые долгие-долгие сотни лет Как будто кто-то специально выключил, И они ждали своего часа. Все должно появиться в свое время, Чтобы иметь свое правильное развитие, Успешное развитие. Вот в это время мы с вами и живем. И в сегодняшнем нашем разговоре о Велесе Невозможно не вспомнить о Велесовой книге. Это древнейшая ведическая летопись славян. Она охватывает, вот вдумайтесь, Более двух тысяч лет своей истории От 15 века до нашей эры, До 970 года нашей эры. Она была вырезана на деревянных дощечках Славянскими волхвами-кудесниками. Эти дощечки были найдены в 1919 году Полковником Изенбеком. В ней изложены известные исторические факты, Огромнейший научный материал. Исследование текста и сопоставление его С другими источниками, Не вызывающими сомнения в их происхождении, Только подтверждает подлинность летописи, Подлинность этой книги И адекватность перевода. И очень хотелось бы привести такой пример сейчас. Не так давно слово о полку Игореве Ортодоксальные ученые считали подделкой. А теперь уже это произведение Общепризнанная историческая и культурная ценность. А Велесова книга – труд еще более древний, Более глубокий и содержательный. Я уверен, что эту книгу ждет Не менее удивительное будущее, Так как в ней изложен Свод древнейших законов, Бытовых правил, Миропонимания и истории Наших далеких предков, Желавших жить в ладу С окружающим миром. Я думаю, что при составлении Конституции Было бы очень и очень полезным Вписать в нее наставления Из книги Велеса, А также из ВЕД. Я в просторечии называю их ПДД, Как вы знаете, правила дорожного движения Или же правила жизненного движения. А если допустить небольшое отклонение от темы, Я бы еще поговорил об одном забытом И незаконно униженном источнике, Как домострой. Ну, потому что кроме обыкновенных пожеланий Во время свадьбы, Все гости поздравляют молодоженов, Желают им счастья, любви, Бесконечной любви. Ну, и больше ей сказать, наверное, Особенно нечего. А вот как раз в книге под названием Домострой изложен огромный свод правил, Советов, как вести домашнее хозяйство Мужчине и женщине, Как детей воспитывать, Какие должны быть между ними отношения. И эти знания в значительной степени Защищают семейный союз от распада, А только помогают ему развиваться. Принимать это или нет, Пусть уж сами люди, знаете, решают. Но для начала хотя бы знать Об этих правилах. А уж сами люди пускай решат, Как ими воспользоваться или нет. Но они в любом случае Наверняка помогали бы Сохранять семейные союзы. Потому что таких знаний сейчас, К сожалению, даже родители Не всегда могут передать Молодому поколению. Итак, вот в преддверии праздника Бога, Вышнего Бога Велеса, Который весь славянский мир Будет отмечать 27 февраля, Я хотел бы всех радиослушателей Поздравить с наступающим праздником, Пожелать им всем благодати От Бога Велеса, Жить так, Стараться жить так, Чтобы Боги удивлялись, Радовались нашим поступкам, Нашим мыслям, Нашим свершением. И тогда, конечно, Мы будем получать От них силу и поддержку. Поскольку Богам Всегда интересно посмотреть, Ну как же мы здесь будем На земле выходить Из тех ситуаций, Которые они нам посылают. И когда мы поступаем Довольно необыкновенным В хорошем смысле И неожиданным В хорошем смысле Образом, Боги радуются. Радуются каждому Нашему доброму, Хорошему делу, Доброму поступку, Радуются нашему восхождению, Как говорят, По золотому пути развития. Еще раз всех с праздником, Здоровья, здравия, Чадам великим и младым, Старшему поколению, И до новых встреч в эфире. С вами был Светозар Игорь Яцков. Слава Велесу! Гойеси, Велеси! Славление внуцев своих услыши! Гойеси, Велеси! Велеси, небеси! Гойеси, Велеси! Гойеси, Велеси, небеси! Велеси, небеси! Златые рога! Велеси, небеси! Сребряные уста! Велеси, небеси! Златые рога! Сребряные уста! Медяный бака! Прими речи, прими жереть Прими души нашей Дожди плодят, дожди скотят Дожди блажни Дожди плодят, дожди скотят Дожди плодят, дожди скотят Кое си вели си, вели си небеси Кое си вели си, вели си небеси Вели си небеси, златы рога Вели си небеси, сребряны уста Вели си небеси, златы рога Сребряны уста, медьяны бока Ва груди, пребуди, посе часы Ва груди, пребуди, посе часы Ва груди, пребуди, посе часы Кое си вели си, вели си небеси Кое си вели си, вели си небеси Вели си небеси, златы рога Вели си небеси, сребряны уста Велесе небесе Золотые рога Сребряные уста Медяны бока Велесе небесе Золотые рога Велесе небесе, сребряный устав Велесе небесе, златый рога Сребряный устав, медянный бока Гойесе велесе Велесе небесе, златый рога